Европейцы помогли жителям юго-востока Украины. Посылку с гуманитарной помощью из Германии саратовские добровольцы передали семье из Донецкой области. Пять человек, трое из которых дети, поселились на дачном участке в Саратове. Через что им пришлось пройти и как складывается путь к мирной жизни, узнал Станислав Жижин. Это сейчас ребята спокойно могут смотреть мультфильмы и не бояться, что на их дом упадет снаряд. Еще неделю назад они вместе с родителями находились в городе Макеевка Донецкой области. Оставлять родной дом не хотели до последнего, сдерживая слезы, вспоминает Елена Рогачева. Когда выстрелы и взрывы стали слышны отчетливо, испугавшись за детей, решили уехать. Я, допустим, взрослый человек, то есть я могу адекватно смотреть на ситуацию, а дети, они боятся, они как бы шок из пуха все. Тут уже объяснить нормально не можешь, потому что они тоже как бы видят и телевизор показывают, как говорится, новости, они все видят и все это понимают. Они что же не грудные дети, они уже соображают. Еще на Украине Елена решила, что поедет в Саратов. Здесь живет ее родной дядя. После событий на Майдане и начале карательной операции родственник позвал к себе и обещал встретить. Перед тем, как ехать, я ему позвонила. Все такое. В результате ни у него жилья нет. Мы остались под открытым небом, добирались и сюда маршрутками. Я же говорю, а кто смог довезти, тот и довелся. То есть, как бы, помощи оказать какой-то даже в плане того, чтобы проживание не мог. Андрей и Елена с тремя маленькими детьми оказались одни в чужом городе. Приютил семью совершенно посторонний человек. Александр Владимирович, как только узнал о потоке беженцев, оставил свои контакты добровольцам. Сказал, что сможет разместить несколько человек на своей даче. А также поднял всех друзей и знакомых. Одни привезли запасы еды, другие – одежду и обувь для детей и их родителей. Саму семью разместил в двухэтажном доме. Правда, проблему с жильем удалось решить лишь временно. Я думал, что за эти 2-3 месяца, пока люди здесь будут жить у меня, они за это время как-то обустроятся. Обустроятся в плане жилья, обустроятся в плане работы. Вот, определятся. И, так сказать, потом переедут отсюда, потому что здесь жить просто другое невозможно. В поиске жилья и работы семье сейчас активно помогают добровольцы. Говорят, результат будет, но не скоро. А пока снабжают всем необходимым. Буквально на днях в Саратов пришел гуманитарный груз из Германии. Добровольцы, прочитав состав посылки, решили передать вещи семье из Донецкой области. Что здесь находится, знаешь, где ты читал? Одежда, конфеты? Вот, вишка, да. Что тут написано еще? Ну, там вот одно слово не поняла, потом средства гигиены. Ну, давайте откроем, посмотрим. Продукты, детская одежда и игрушки экономичные немцы не поскупились и отправили целую коробку необходимых вещей для беженцев. Кроме того, несколько тысяч рублей саратовские добровольцы передали из своего фонда. Такую помощь волонтеры оказывают регулярно. Говорят, еще неизвестно, когда переселенцы смогут найти жилье и работу в чужой стране.